Не дай бог, конечно, такое, что случилось со мной. И по сути событий, я начинаю разбираться гораздо больше в процедуре лечения. А теперь я вам расскажу следующее. Я просто пришел к выводу, к очень определенному. Вот скажите мне, пожалуйста, сколько лет вы знаете человечество? Да, это очень большое количество лет, представляете, да? Так вот, при большом количестве проживания человека на планете Земля, можно говорить о следующем. Всегда же человек хотел что-то сладенькое кушать, но ничего не получалось. То есть человек и пчела это, в принципе, одно и то же. То есть максимально длительная процедура, благодаря которой мы вместе с пчелками лечимся. А еще, ну вот скажите мне, пожалуйста, вот то, что сейчас вам предлагают медицина, так по сути это примерно событие столетней истории, да? То есть до того ничего же не получалось, да? Вот, но тем не менее и раньше и это случалось, и люди лечились. Теперь вопрос, как? Возникает дивная процедура. То есть чем женщина круче мужчины? Сейчас я вам расскажу, чем она круче. До некоторого времени у девушки появляются месячные. То есть она сбрасывает свою кровь, понимаете? А мужик этого не делает. То есть у нас все это дело закостевает. Вопрос. Кто может вам кровь сбросить? Ну кто? И спросите, кто вам кровь сбрасывает. Ну, ну, так вот, это естественно пиявки. То есть мы сегодня говорим о двух вещах. О апитерапии, это укусы пчелами. И о герудотерапии. То есть мы вам сегодня продемонстрируем, как все это делается. Вы знаете, с возрастом кое-что становится круче. Взять, к примеру, меня. Человек у меня был крутой и классный, Евгений Сушков. К сожалению, он умер от рака. Но и меня восстанавливал круто. И по сути я знаю, как не свернуться. В смысле, чтобы жизнь меня не свернула. Теперь вариант из той же оперы. Мы, мужики, зашлаковываемся. И поэтому женщины живут дольше. Теперь вариант, как это исправить. Сливаем кровь. Но не из вены. Из вены сливается венозная кровь. Но самая зашлакованная наша кровь. И это не вена. Но вот кто с нами работал всю жизнь. Так это пиявки. Правильные, хорошо поставленные. Они убирают кровь из почек. Из печени. Чистят кровь позвоночника и сердца. А вы об этом не знали? Так вот, есть у нас и такой результат. Ну вот я прихожу, не могу. Голова сильно, как в колпаке. Вот сейчас я просиживаю. У меня облегчение. Просветление в голове. У меня потому что голова постоянно болит очень сильно. А сейчас стало лучше. Оно, когда сеанс пройдет, вот сейчас, мне становится легче, да. У меня боль как будто уходит куда-то. Ну а потом еще курс лечения пройти можете. А потом она как возвращается на другой день. Ну меньше, конечно, боль. Уже сам большая проходит. Надо же курс лечения пройти. Ну у меня проблема с позвоночником. Я какой сегодня пятый раз приехал. Мне намного лучше. Можно говорить, что это все-таки хорошая штука, правильно? Хорошая штука. Мне до этого, я в пятом году ставила пчел, мне предлагали пиавки. Я боялась их. Но зря боялась. Вот. Так что не бойтесь, приходите и лечитесь. То бишь, понятно, мы мужики, да и женщины, после определенного возраста можем жить дольше. То есть убираем кровь. Грамотно. Теперь надо грамотно поставить укусы пчел. Почему укусы? А вспомните крапиву. По сути, крапива выдает вам яд. И даже мизерное количество яда вас тонизирует. Да, пчелы также кусают. Но зато факт. Правильно и грамотно подобранный яд вам необходим. Для продлевания жизни естественно. Геродотерапия известна еще с древности. То есть это метод применения медицинских пиявок относительно при заболеваниях, ну, различных заболеваниях. Там есть противопоказания. Это первое, индивидуальная непереносимость пиявок. И второе, это заболевание крови. Остальное практически геродотерапия применяется с успехом. Ну, да, мой 25-летний стаж. В общем-то, можно сказать, я различные заболевания попробовал лечить медицинскими пиявками. Ну, и, в общем-то, видно очень хорошие результаты. Все, конечно, зависит в каком плане. То есть это, конечно, нудный метод, кровавый метод. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому здесь кто-то до конца доходит и получает результат. Кто-то чуть полегче стало, бросает. Кому-то после первого курса не понравилось, что вот эта кровит очень долго. То есть тут очень много нюансов. Но я хочу сказать, что это на сегодняшний день, то есть это 21 век, когда стали, в общем-то, и официальная медицина стала признавать, в общем, этот один из методов геродотерапии. У нас просто Владимир Владимирович Путин решил правильно. То есть восточная медицина и древнейшая медицина. Но теперь про древнейшую медицину давайте поговорим. По-моему, пчелы и человек, они жили всю жизнь вместе, правильно? Ну, пчелы известны около 50 миллионов лет. И, значит, древние люди, то есть еще первобытные люди, то есть когда они случайно находили там земляных пчел и попробовав вот эту сладкую жидкость, то, естественно, они начинали за ними охотиться. В результате этого они получали, значит, пчелу ужаление, там не один десяток. Ну, естественно, после этого, то есть они отмечали, что что-то прошли, там, боли в суставах, там, в пояснице и так далее, и так далее. И после этого, в общем-то, началось развитие, вот, скажем так, до сегодняшнего дня, апитерапии. А теперь вопрос правильный. Я задал его и был ошарашен. Сколько пчеловодов умерли от рака? Да ни одного. Вам все стало понятно? Давайте вместе жить дольше, давайте плодить пчел. Ну и после Китая я так и сделаю. Вот, по сути, события пчелами я еще не ужаливался, да? Но, тем не менее, я сделал себе пиявки. Пиявки я сделал здесь, проспект Суворова, 119. Располагается все прямо, рядышком с 25-й школой. Я вот здесь прожил, практически прожил 10 лет, когда я в этой школе учился. Потом еще 5 лет, потому что мимо Суворова, 119 я ходил к Родиону Сагдееву. Вот туда. То есть, я это все видел. То есть, вот здесь примерно 15 лет моей жизни прошло. И что касаемо событий. Я пока себе сделал гирудотерапию. То бишь, мне поставили пиявки. И на протяжении этих 10-ти, там, может быть, чуть больше дней, пока мне ставили пиявки, я понял, что у меня все стало как-то вообще. И голова перестала болеть. И вообще это было круто. Я вам все-таки рекомендую. Мужички. То есть, оптимальный вариант приехать сюда, сделать пиявки и вы поймете, что это такое. Ну, естественно, сюда приезжают девушки после климакса. Вот. Потому что потом уже ничего не получается. То есть, когда климакс наступил, хотя я прекрасно понимаю, что девушки и потом в отличном состоянии. Посмотрите, как они выглядят. И в 50, и в 60, да и в 70, да и в 90 есть товарищи очень таким. Весьма сексуальные. То есть, и вот после этого, чтобы организм женщин был в таком же идеальном состоянии, проще приехать сюда и понять, чем вас лечит единственный, пожалуй, доктор в городе.